Мил, в 2011 году вы уже принимали участие в национальном отборе конкурса Евровидения, но тогда поехала от нашей страны Мика Ньютон. В этом году вы снова готовы поучаствовать в национальном отборе, уже участвуете. И у меня такой вопрос, что подвигло вас к такому решению? Почему? Мой продюсер Владимир Бебешко, потому что я, честно говоря, в какой-то момент ему пришлось меня уговаривать, потому что, понимаете, для многих участников, которые сегодня тоже участвуют, это ведь люди, которые уже однажды были участниками Евровидения или однажды были участниками национального отбора. И для нас всегда существует опасность, особенно чем дальше ты идешь, чем дальше ты продвигаешься, чем больше ты получаешь опыта как артист, как известный артист, тем больше ты боишься, даже не то, что... Да, больше всего ты боишься пролететь, что называется. Потому что никто не может быть ни в чем уверен, никто не дает никаких гарантий, ведь все зависит от зрителя, от того, как за тебя проголосуют. И иногда ты сомневаешься, может, в какой-то прозрачности, хотя нас в этот раз абсолютно уверили, и канал СТБ, и Константин Меладзе абсолютно говорят, что это все прозрачное голосование. Ребята, не переживайте, потому что у многих было такое опасение в прошлом году, все будет хорошо, они молодцы, конечно, они поддерживают нас как могут, особенно Константин Меладзе, то есть он такой еще с его чувством юмора, знаете. Но Владимир Владимирович делал свою работу как настоящий продюсер, потому что когда он позвонил мне и сказал, «Мила, нас приглашают в этом году на СТБ, я так засомневалась, я говорю, нет, вы знаете, я не уверена, что я вообще хочу». А он говорит, «Мил, понимаешь, существует понятие «момент истины», либо сейчас, либо уже все. Ну, конечно, ты потом захочешь, конечно, может быть потом еще какой-то шанс, но неизвестно, когда это будет. Вот сейчас предлагают, у нас есть песня, она у нас лежит с прошлого года, потому что мы еще в прошлом году, честно говоря, готовились к НАСАТБОРу, и так случилось, что по определенным обстоятельствам у меня не получилось в прошлом году поучаствовать и подать заявку. Ну, видимо, все так, как должно было быть, да, потому что Джамала победила, она большая умница, и она принесла победу нашей стране, и все случилось, как случилось. О чем наши отношения? О каждом из нас, о наших ценностях, человеческих ценностях, и скорее об их сейчас, да, каком-то отсутствии, потому что все-таки наш мир стал таким материальным, и столько в мире сейчас таких событий происходит, которые отодвигают нашу человечность, наше умение быть людьми на второй план. Я не говорю о том, что мы, да, стало больше жестокости, стало больше прагматизма какого-то, стало больше материальных ценностей, да, материальные ценности они стали на первую ступеньку, а вот наши человеческие ценности отошли на другую. Это песня о дружбе настоящей, о том, что всегда нужно подать человеку руку, если он тебя об этом просит, руку помощи. О том, что есть в жизни каждого из нас, каждый день. Это что-то такое, и кажется на первый взгляд, что это что-то скучное, банальное, но это правда касается каждого из нас, и это то, чем мы живем каждый день. Вы говорили, что она была написана год назад. Как-то ее интерпретировали к этому году, или она... Безусловно. Песня появилась, ну, изначально нам понравилась очень «Меодия». Она была потрясающая, нам прислали песню из Ивана Франковска. Она писала замечательная молодая поэтесса и молодой автор Юлия Хащевская. Она прислала ее совершенно с другим текстом. Она была какая-то... Ну, песня, в общем, была замечательная, нам понравилась музыка, но нам не понравился текст. Мы ее решили, потому что текст был слишком прост для этой музыки. Музыка звучала очень глобально, очень так, ну, по большому счету. И первая идея мне, которая пришла в голову, что это должен быть соответственный текст, что эта песня должна быть не просто там о чем-то там, о цветочках, о солнышке, а о том, что есть в мире, о том, о чем нельзя забывать каждый день. И нужно помнить всегда. В первую очередь мы люди, и нам нужно быть людьми всегда. Как вы готовы и чем вы хотите удивить Европу? Это такой всегда очень стандартный и очень странный вопрос, потому что все, что я могу сделать от себя, это выйти и дать свою энергетику. То, что у меня есть вот здесь, в моем сердце, подарить это людям, подарить все, что могут вообще артисты, это в первую очередь дарить эмоции. И человек либо чувствует от тебя что-то, либо не чувствует, либо ты излучаешь с собой что-то, либо нет. Все шоу, все костюмы, эпатаж, это все антураж, это все уже дополнение к тебе. Ты либо личность, либо нет. Вот это то, что всегда имеет самое главное, самое первое значение. Все остальное тут. Вы вообще осмотрели, например, последние пять лет Евровидения? Или вы не сильно освидетели? Нет, я последних два года смотрю Евровидение всегда. И в этом году, конечно, особо пристально, потому что там была Джамала. И я хотела смотреть, мне было интересно. И были, конечно, у меня и люди, которые мне понравились. Но, безусловно, Джамала была одной из самых ярких личностей, потому что она отличалась на фоне всех остальных очень сильно. Мил, такой вопрос. После, так скажем, высокой планки Джамалы, которая выиграла этот конкурс, привезла в нашу страну, не только европейский зритель, но и пресса будет пристально следить за нами. Ну, букмекеры, понятное дело. Вы готовы сломать стереотип и попытаться выиграть конкурс второй раз подряд? Ну, в истории Евровидения был один прецедент, когда Швеция, если не ошибаюсь, два раза подряд выигрывала Евровидение. Я вам скажу так, я всегда готова. Я думаю, любой из нас, кто выйдет там на сцену, потому что очень много достойных ребят будет со мной на сцене стоять на отборе, и каждый из нас готов к этому, и это очень важно. Нужно всегда к этому готовиться, нужно всегда быть победителем внутри себя в первую очередь. И это почувствуют люди, точно так же, как и твои неуверенности, мне тоже почувствуют. В национальном отборе участвуют 24 участника вместе с вами. Кого вы считаете своим конкурентом? Нет, вопрос неправильно задан. Я не буду на него отвечать, потому что это компрометирующий вопрос. Я могу сказать, кому я отдаю предпочтение, кто мне больше. Мне очень нравится группа Sky, я слышала их песню, она мне очень нравится, она очень светлая. Мне очень нравится Татьяна Решетняк. Татьяна сейчас ее назвала, Алан Бадуев. Во-первых, я Таню достаточно давно знаю, и она мне всегда импонировала, как вокалистка. Безусловно, Green Grey – это, конечно же, старожилы нашего шоу-бизнеса, это, конечно же, безумно опытные люди, и интересно с ними побыть на одной сцене все-таки. Я знаю, что есть один парень, который пока что тоже себе еще так особо не заявил, «Рожден», если я не ошибаюсь, очень интересный, молодая кровь, что называется. Это мои, скажем, не то чтобы фавориты, но мне они просто нравятся. Все остальные ребята просто есть, группа которых я, к сожалению, не слышала, и услышала впервые сейчас, только когда уже просматривала список конкурсантов. Мне интересно, что они будут на сцене, вот это самое главное. Можете смотреть полуфиналов? Конечно, конечно, это в моих интересах. Кто для вас является примером на сцене? Может быть, у вас есть какой-то кумир? Ой, это, смотрите, ну, из западных звезд, да, если брать. Конечно, это всегда была королева Уитни Хьюстон, потому что по сей день, ну, такие люди, да, рождаются. Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл недавно ушел, да, «Царство небесное». Это люди, которые творили историю XX века, и такие люди рождаются раз на сто лет, на самом деле, это правда. Сейчас, конечно, мне безумно нравится королева Рен-Би мирового, Бейонси. Безусловно, она всегда очень яркая, она очень харизматичная личность, да. Ладигага, в какой-то момент я поняла, что она не просто фрик, она действительно очень талантливый музыкант. И, ну, у них это так заведено, у них по-другому не бывает. У них школа начинается с самого детства, да, для них ходить в музыкальную школу и в театральный кружок, это все равно, что для нас встать утром и пить воды. Вот. Из украинских, из российского, из украинского шоу-бизнеса, да, например, ну, скажем так, Злата Огневич, это из молодой плеяды, Джамала из молодой плеяды, Монатик. Вся молодая гвардия, которая появилась сейчас, я считаю, что есть за этим будущее. Особенно вот там Джамала, Бумбокс, это люди, которые сейчас творят нашу историю. Если говорить о личностях, да, тех, которые уже сегодня сформированы, которые звезды шоу-бизнеса, то, безусловно, мне очень нравится Ира Билык, мне очень нравится Наташа Могилевская. Ну, сейчас, может быть, там у нее нет уже таких стопроцентных хитов, хотя сейчас, кстати, тоже новая песня появилась, да. Да. Мне очень нравится, безусловно, Дина Кароль. Кстати, буквально вчера она или позавчера получила народную артистку Украины, если не ошибаюсь, я ее с этим поздравляю. Это люди, которые сегодня делают наш шоу-бизнес, делают историю музыки нашей страны. Ну, а всему свое время, посмотрим, что будет дальше. Мила, в 2008 году вы участвовали на конкурсе «Новая волна». Я тогда за вами очень сильно следила, потому что в тот момент мне очень вы сильно понравились. Тогда вы стали лауреатом этого конкурса, и вас отметила Примадонна, российская эстрада Алла Борисовна Пугачева. Тогда она вам вручила золотую звезду Аллы, насколько я помню, и денежное вознаграждение. А сейчас вы с ней общаетесь? Может, вы какие-то поддерживаете отношения? Нет, к сожалению, ну, я не буду врать, потому что это не имеет смысла, и тем более это очень легко проверить. Так получилось, что мы с Аллой Борисовной не общаемся с 2009 года. Я не знаю, по каким причинам. Честно, у нас было еще одно интервью в Киеве. Она меня пригласила к себе, еще тогда было радио «Ала». Полуторачасовое интервью, было очень тепло, было очень здорово. Потом Алла Борисовна нас пригласила на рождественские встречи, которые в том году были как раз в Украине. И все. Мы не поучаствовали тогда в рождественских встречах, так как не объяснили. У нас не было тогда песни достойной, чтобы там поучаствовать. После этого почему-то мы потеряли связь. Хотя, конечно, я с большим удовольствием, безусловно, общалась бы, и какие-то советы у этой премудрившей просто женщины я всегда бы получала. Но, видимо, жизнь сложилась, как сложилась. И, может быть, дай бог, наши пути еще пересекутся. Какими качествами должен обладать артист, чтобы добиться серьезного успеха? Маша, вы знаете, я очень хорошо помню, что сказала покойная Людмила Гурченко, когда у нее спросили, что есть три составляющих успеха настоящего артиста. На первом месте это время и место. Попасть в нужное время, в нужное место. Потом внешние данные и только потом талант. К сожалению, получается именно так. Но я вам скажу, что безусловно, без каких-то составляющих, которые должны быть внутри самого человека, опять же, этот человек должен быть личность. Личность – это тот человек, который может держать публику, тот человек, который может обратить на себя внимание. Не важно, каким образом, не важно, что он будет делать при этом. Если он приковывает внимание публике к себе, и этот человек умеет держать это внимание, это уже достойно уважения и внимания. Скажите, какую музыку вы слушаете? Что можно найти в вашем плейлисте? Абсолютно разную. Я очень люблю Арика Клептона, я очень люблю стинга, я очень люблю слушать вообще просто инструментальную музыку. У меня есть один из любимых композиторов Верума, японский композитор. В последнее время я разучиваю сама на фортепиано его произведение, мне очень нравится. Я очень люблю слушать и какие-то, честно говоря, очень люблю слушать и старые песни, что называется, о главном. Потому что есть очень много хороших песен и на нашей эстраде, на самом деле. Это так, потому что были яркие личности, та же самая Алла Борисовна, и тот же самый Филипп Киркуров, извините меня. И очень-очень много Валерии Леонти, вся старая плеяда, которая, да, Валерий Меладзе, я очень люблю, Григорий Лепс, безусловно. Каждый из этих людей очень достойный и действительно личности, которые заслужили любовь зрителя уже годами, да. Тяжело ли обрести популярность у нас в стране? Тяжело. Я не буду врать, потому что сейчас, пройдя какой-то определенный этап, да, в 7 лет, для меня очень многое раскрылось. Я пришла на сцену большую, ну, грубо говоря, просто девочка из провинции, которая хотела попасть на большую сцену. Я понимала приблизительно, как работает эта технология, но я не думала, что на практике это кажется так тяжело. Объясню почему. Потому что есть много факторов. Если ты хочешь быть человеком шоу-бизнеса, ну, будем честными, да, то есть определенные правила, которым ты их должна следовать. Хотя я многим не следую, потому что считаю, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. И, как правило, всегда выбиваются те, кто именно нарушает эти правила. И поэтому я не люблю следовать стереотипам, я не люблю делать все так, как делают остальные. Я ищу себя на сегодняшний день, я еще пока что не нашла точную, даже, честно говоря, я не скажу, что Мелани Тич на сегодняшний день сформированный артист. Потому что нету пока что той кальки, которая бы могла называться моим стилем, или я работаю в определенном стиле. Я пока что, честно говоря, еще в поиске. Я хочу найти то, что действительно за день. Но я точно знаю, что это должно быть. Я знаю, что это должны быть достойные тексты. Я знаю, что это должна быть музыка, которая будет трогать людей. И если это будет лирика, пусть это будет лирика. Если это будет что-то веселое, я ведь могу и веселое спеть. То есть самое главное – это задеть человека. Потом. Безусловно, многое зависит от маркетинга. Маркетинговый ход, что называется. То есть это пиар, это продажа тебя как артиста, правильная подача тебя как артиста. Любое твое интервью, любое твое появление на публике, оно всегда должно сопровождаться чем-то, что опять же будет интересовать людей, обычных простых людей, которые будут смотреть на тебя. Важно, что ты скажешь, есть ли тебе что сказать этим людям. Важно, как ты себя преподнесешь как артиста, потому что от этого зависит будущее отношение публики и формирование твоей публики, грубо говоря, твоей целевой аудитории. Важно, для кого ты работаешь, какую целевую аудиторию ты хочешь получать. Важно, чтобы еще была слаженная команда. Безусловно, это залог успеха, потому что только в команде, один в поле не воин, только командой, только вместе, как говорил Владимир Владимирович, особенно сейчас, в трудные времена, нужно не ссориться, не грызться, а обняться, и просто вместе пробивать все баррикады, которые встречаются на пути. Запланированы ли у Милы Нитич концерты в этом году? Мы уже начали по чуть-чуть объезжать регионы Украины для того, чтобы сделать пробный тур и посмотреть, как люди идут, не идут на Милы Нитич, знают, не знают Милы Нитич. Конечно, многие еще не знают, многие уже слышали обо мне. И, безусловно, это приятно, когда ты приезжаешь, особенно приятно, когда тебя ждут, и когда каждое, опять же, твое слово со сцены просто с открытым ртом хватает, когда ты видишь глаза вот этих людей. Вы знаете, Маша, есть разные моменты в жизни, когда ты сомневаешься в себе, когда, честно, вот уже опускаются руки, ты уже не понимаешь, зачем ты это делаешь иногда, да, потому что тебе кажется, Боже, я столько времени, я столько всего потратила, так много сил, усилий приложилось. То есть, и вот пока нет того результата, которого так хочется. И в этот момент ты приезжаешь на концерт, выходишь на сцену, и зал встает и аплодирует стоя. Или, да, тебя вызывают на бис, и ты понимаешь, что, ну, елки-палки, ну, все-таки же, я же не зря это все делаю. Значит, это того стоит. И ты понимаешь, что ты просто вынуждена двигаться дальше, потому что без этого ты точно не сможешь жить. Вы сейчас протаптываете тропинку, скажем так, в Украине, либо вы за границей тоже планируете поехать с концертами? Хочу сначала в Украине. Давайте нужно начинать с малого. Наша самая прекрасная малая родина, вот, она не малая, она большая, конечно, совсем. Вот, я безумно люблю свою страну, я хочу начать здесь, хочу попробовать себя как украинская певица для начала. А потом, дай бог, если будет, конечно, возможность такая, она обязательно будет, мы будем двигаться и в Европу тоже. Почему нет? А как относитесь, например, к тем украинским артистам, которые выступают сейчас в России? Друзья мои, я могу сейчас получить, наверное, какую-то долю негатива, да, от людей, потому что сейчас вопрос очень остро стоит между Россией и Украиной. Что я могу сказать? Безусловно, нужно иметь толерантность, безусловно, нужно соблюдать какие-то, опять же, сейчас правила, потому что очень щепетильная ситуация, она далеко не простая, но есть понятие артист. Если артиста ждут где-либо, действительно ждут простые такие же люди, какие мы с вами, то артист, в принципе, должен ехать, должен идти и выступать для этих людей. Это все, что я могу сейчас сказать. Больше никаких комментариев, потому что я не считаю уместным охоту на ведьм, я не считаю уместным то, что происходит сейчас, конечно, есть очень много моментов. Я просто хочу, чтобы люди понимали, хочу, чтобы все понимали прекрасно, что есть понятие политические технологии, политтехнологии, и что нам всем иногда отдувают в уши не то, что на самом деле нужно. Нужно просто иметь свою голову на плечах, думать своей головой, и вот как сердце подсказывает. А все остальное, это, ребята, на самом деле это все не так уж важно. Спасибо вам за откровенность такую. Ну и давайте, наверное, так перейдем к жизненным вопросам. С чего начинается ваш день? С трех стаканов воды. Я всегда просыпаюсь, да, конечно, в первую очередь, я всегда пью воду, потому что, ну так у меня уже как бы это мой режим. С чего начинается день? С хорошей музыки, со спокойной. Начинается день с молчания. Я хочу помолчать, переосмыслить все, что произошло за ночь, потому что бывают очень яркие сны, бывают не очень хорошие, иногда посещают, ну всякое, как у любого человека, наверное, да. Последнее время, конечно, сейчас больше, скажем, упор на здоровье, потому что немножечко болею, вот, и пытаюсь, конечно, привести себя в форму, особенно сейчас к нацотбору, нужно держать себя, что называется, везде. Вот, конечно, это фортепиано, конечно, это поход на студию, конечно же, это спортзал, когда есть возможность. Я сейчас люблю читать, читать хорошую, наверное, литературу. Кстати, в моей песне есть такая фраза, не прячь себе человека, смотри на мир шире, смотри, ну, открой свой взор и преврати черное в белое. Вот, наверное, ради этого мы все живем. А как вы можете расслабить себя? Вот что у вас, не знаю, может быть, поход в кино вас расслабляет, может быть, вы смотрите дома это кино, может быть, просто встреча с друзьями. Да, бывает по-разному, вот, все зависит от настроения, потому что все-таки мы творческие люди, как ни крути, как бы мы ни пытались там показать себя иногда прагматами, все-таки мы люди настроения, и все зависит от настроения. Бывает, хочется побыть одной, и на самом деле ты так расслабляешься гораздо больше, потому что ты просто успокаиваешь мысли, ты просто включаешь любое что-то, фильм или, опять же, музыку, чтобы просто отвлечься и ни о чем мне не думать, хотя мне это сложно, честно говоря. Вот, бывает поход в кино с друзьями, посиделки в какой-то вкусной кафешке, я не любитель там каких-то фашенебельных ресторанов, я люблю какие-то более уютные места, вот, и в которых можно вкусно поесть, я очень люблю итальянскую и украинскую кухню, это две самых любимых кухни в мире, вот, и... Борщица. Иногда это поход в оперный театр, на балет или в оперу, потому что я для себя в прошлом году открыла, что такое опера, и влюбилась навсегда, и балет, конечно, это просто недавно буквально была на женихе Фигаро в национальном опере, я хочу сказать, потрясающая труппа, потрясающая подача, потрясающая трактовка вообще, получила массу удовольствия, вот, но всегда, в любом случае, чаще всего, меня сопровождают родные и любимые люди, у меня их немного, но они есть, я им верю, они верят в меня, за что им огромное спасибо, потому что когда своей веры уже не хватает, они тебя как ангелы-хранители поднимают и начинают приводить в чувства. Мила, у вас очень шикарный голос, это природные данные или все же вокальное образование вам помогло в этом? Маша, вы знаете, я вчера буквально читала про файл участника, ну, мне нужно было заполнить, да, про файл участника Евровидения, и мне просто в пример, да, привели там, опять же, про файл Джамалы, у меня нету такого образования, как у Джамалы, правда, я не училась так, у меня нету, у меня больше природные данные, да, потому что у меня, безусловно, есть какая-то первоначальная школа, у меня были изначально хорошие педагоги по вокалу, когда был переломный период в голосе, да, была мутация, это было на грани 13-14 лет, у меня был замечательный педагог, за что я безумно благодарна, она все грамотно сделала, так, чтобы не поломать меня, и чтобы я могла развиться дальше. Но то, что я на сегодняшний день имею, это, наверное, природа больше, и уже сейчас я понимаю, что природа – это не все. Все-таки профессионализм, он не помешает, потому что если где-то ты немножко перенапряжешься, особенно с возрастом, ты уже начинаешь что-то ощущать на себе, и голос опять же сипает, и где-то ты устаешь, и, конечно, вот тут профессионализм входит в фавор. Когда вы поняли, что вы хотите профессионально заниматься музыкой, и вот выйти на сцену? Маша, у меня даже не было такого осознания, у меня другого варианта не было, я родилась в семье музыкантов, какие мне варианты, кем было стать инженером? Я знала, я стала инженером-педагогом моделирования и конструирования швейных изделий, но это то образование, которое мне, как сказали, нужно было. То есть тебе нужно высшее образование. Спасибо огромное за это, потому что спасибо моим педагогам, спасибо заведению, в котором я училась, спасибо моим родителям, что все-таки они настояли на этом. Но, конечно, мне всегда было ближе музыка, и, безусловно, я всегда этим хотела заниматься. Просто сейчас пришло понимание того, что мне хочется уже чуть большего, чем я имею. Я опять начала заниматься впервые за 10 лет на фортепиано, мне очень это нравится, я вспомнила, что у меня есть руки, это замечательно. У меня сейчас есть хороший педагог, мы только вот уже первое занятие провели, но все никак не можем встретиться, потому что сейчас подготовка к Евровидению, и много работы на самом деле, поэтому я уже обязательно после Евровидения, Саша, я обязательно приду. Вот, теперь я начала, наверное, все заново. Все заново, просто как музыкант, потому что я хочу быть не просто певец, я хочу быть музыкантом. Это более глобальная, более ответственная задача, но при этом у тебя раскрывается гораздо больше возможностей. Давайте вернемся к Евровидению все же. И такой вопрос у меня. Какой должна быть песня, по вашему мнению, для того, чтобы выиграть этот конкурс, либо зацепить зрителя? Маш, нету технологии. Вот если бы был четкий алгоритм, какая песня, вы же понимаете, вот глядя на Евровидение, да, смотря Евровидение уже много лет, я уверена, что вы тоже за этим конкурсом достаточно часто следите, да. Вы понимаете, вот нельзя предугадать. Бывают такие моменты, когда тебе кажется, елки-палки, ну как так, ну вообще неожиданно, ну там совсем. Бывает такое, что достаточно предсказуемо, да. Есть, допустим, моя песня, мы включали нескольким людям, нашим друзьям. О, да, это формат Евровидения. Но какой формат Евровидения, мы до сих пор не знаем, потому что на Евровидении могут победить Лорди, а может победить Кончита Вурст, понимаете, а может победить Джамала, которая действительно там и музыка, ну все, да, там более гармонично. Ну, Кончита Вурст для меня, например, потрясающая вокалистка или вокалистка, не знаю, как сказать правильно, извините. Вот, да, там, может победить Александр Рыбак, просто классный мальчишка, который вышел со скрипкой, заиграл, эх, и все, и у людей пошла душа в пляс. Ты не можешь угадать. Нельзя сказать, что это формат Евровидения, а это не формат, потому что иногда не формат побеждает. Но, как вы считаете, европейский зритель меняется из года в год или нет? Безусловно, каждый год что-то меняется. Вообще, и я пока не знаю, правда, в какую сторону, в лучшую или в худшую, не мне судить, но, конечно, меняется, и вкусы у людей меняются, и взгляды меняются на жизнь. И, безусловно, все мировые события, которые происходят не только в Украине, но во всем мире, понимаете, и политические в том числе, и религиозные какие-то события, они меняют взгляд человека на многие вещи и на многие ценности. У меня такой блиц, три блица вопроса, да, я хочу, чтобы вы на них быстренько ответили. Конкурс Евровидения, это политический конкурс, да или нет? Опять компрометирующий вопрос. Я не знаю, как ответить, я не могу сказать, что нет, но я не могу сказать, что да, что-то среднее между. Для вас Евровидение – это возможность? Конечно. Возможность чего? Возможность заявить хорошую песню, возможность заявить о себе, как об артисте, который может представить эту страну и может представить достойно на конкурсе Евровидения, и не только. Если бы вы не участвовали в этом году, за кого бы вы отдали свой голос? Не могу сейчас сказать, потому что я не слышала всех песен, я должна услышать, это будет не объективно, то есть я могу сейчас только сказать, кому я опять же больше симпатизирую, как исполнителю, я уже назвала этих людей, но ведь многое зависит от песни и от того, как человек, насколько органично он в этой песне будет смотреться и слушаться. Вот что важно. Милочка, ну последняя, наверное, такая просьба, а не вопрос. Я знаю, что вы сейчас немножко приболели, но готовы ли вы сейчас спеть пару строчек своей новой песни? Мы не тянем, чтобы вы сейчас подумали, Никто, грустная, мы просто не сыном, мы неvreемся, так много, о λέне мы, я иду, тебе не нужно, Я, конечно, не полный голос спела сейчас, извините, но готова. Спасибо вам большое, я желаю вам удачи и ждем вас в прямом эфире. Спасибо, я хотела бы сказать еще одну фразу. Я желаю на самом деле удачи и успеха каждому из конкурсантов. Безусловно, между всеми нами есть конкуренция, но это должна быть здоровая конкуренция. И каждый из нас, кто сегодня есть из участников, каждый достоин. Ребят, удачи вам. Я уверена, что, конечно, победит. Победит на самом деле, понимаете, не хочу говорить сильнейший, потому что победит тот, кто придется по душе зрителю. Вот самое главное, ведь мы поем для них.